Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и просто гости! Совсем скоро наступят новогодние праздники. И многие из нас уже сегодня задумываются о том, что приготовить на праздничный стол. Чтобы это было необычно, недорого, просто и вкусно, именно таким рецептом я сегодня хочу с вами поделиться. Закуска с айсберг-салатом и моцареллой. Это, собственно говоря, все продукты, которые мне сегодня понадобятся. То есть это айсберг-салат, моцарелла, любая приправа для салатов, чеснок, майонез, оливковое масло и совсем немного воды. С салата нужно снять вот эти верхние листья. Ну, уже вот эти чистые листья можно будет использовать. Аккуратно снять листья. Листочки, конечно, у этого салата очень-очень хрупкие. Вот так вот. Как можно осторожнее. Ну, конечно, если где-то какой-то листик у салатика лопнет, ну, в общем-то, огромной беды не будет. Мы будем скручивать форму голубцов, будем им придавать. Ну, а остатки от этого кочана, то, что уже теперь практически невозможно снять, ведь оно уже ломается. Практически невозможно снять. Остатки можно просто будет использовать в простой зелёный салат. Сама по себе эта капуста немного горчит, но в салате она очень вкусная и очень полезная. Моцарелла нарезать вот такие небольшие шайбочки. Майонез смешать с чесноком. Добавляйте чеснок по своему вкусу. Капустный листик, вот эту толстую прожилку, нужно убрать. Сам листик, он большой, я его разделю ещё напополам. Сам листик смазать майонезом и чесноком. Положу сюда кусочек моцареллы и заворачиваю как форму голубца. Выкладываю в форму. И точно так же приступаю ко второму. Приготовлю соус, чтобы сбрызнуть холодные голубцы. Мне понадобится всего лишь 1-2 ложки воды. Я возьму даже чуть-чуть поменьше, потому что я сделала всего 1 ряд голубцов. 2-3 ложки оливкового масла. И приправа для салата. Соль мне не понадобится, так как этот салат уже солёный. И уже непосредственно под этой подливочкой хорошо, прям вот так обильно смажу закусочку. Если вы сделаете 2 ряда, то наверх можно выложить будет повторный ряд и точно так же подливочкой хорошо вот так смазать. Наверх на закусочку, на холодные голубцы, нужно выложить какой-нибудь... Ну, я в данном случае, видите, сделала обыкновенную досточку деревянную, обмотала пищевой плёнкой и поставить лёгкий груз. Буквально полстаканчика воды поставлю наверх, чтобы голубцам придалась форма, чтобы они не были такие рассыпчатые, их можно было бы легко резать. И вот буквально на 2 часа, через 2 часа, это блюдо готово, можно уже ставить на стол и кушать. Такая закуска займёт достойное место на любом праздничном столе и войдёт в топ любимых блюд вашим дуном. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok